Об алхимиках прошлых веков, и в прошлый раз, помните, мы изучали гороскопы судьбу Алессандра Калиостро, а сейчас речь пойдет о наших современниках. Есть алхимики, вполне себе реальные, не теоретики, а практики. Они находятся две лаборатории, прямо в наши дни, существуют во Франции. Это из тех, о которых в этом кругу все знают, что там есть две лаборатории. Одну из лабораторий в свое время основал очень эксцентричный человек. Он был артистом, и кем он только не был, и эзотериком, и философом. И увлекался алхимией, и в конце концов нашел спонсоров, и создал лабораторию, прям реальную лабораторию, и передал ее своему сыну. Ну, папа уже в годах, у папы своя алхимия, а вот как раз сын его в самом расцвете лет. И я хотел его вам показать. Сына, и очень интересно, имя. Он предопределил необычную судьбу сына, дав ему имя. И так, еще раз, речь идет о французах. И он назвал сына Гринель. Гринель, а если мы обратимся к словарю, что такое во французском языке слово Гринель, это длинные и трудные переговоры. То есть он дал сыну такое необычное имя Гринель. Ну, конечно, оно там произносится не так, как я называю. Но, что это имя означает длинные и трудные переговоры. И сын унаследовал у отца достаточную долю сумасшествия и творческого начала, для того, чтобы верить, что он найдет. Ну, кому-то он говорит, что уже нашел. Ну, Калиостро тоже так говорил. Мы же благодаря коагуляции получили алгоритм проверки, дойдет ли дело до финала. Потому что говорить и получить это не одно и то же. Вот мы и посмотрим натальную карту Гринеля, алхимика наших дней, и узнаем, что, может быть, ему удалось то, о чем мечтали на протяжении столетий. Это такая романтическая история в алхимии, что все люди находятся в поиске и в попытках получить некий предмет, вожделенный предмет. Для многих это вообще был смысл их жизни. Вот что я добуду философский камень, или у меня не получится. Если не получится, то, мол, как бы жизнь прошла напрасно. Почему алхимики не очень хотят дружить с такими, как мы? Потому что мы-то со своими расчетами, таблицами, а вдруг мы скажем, что коагуляция не прошла. И мы перечеркнем надежду, перечеркнем веру в то, что стараниями и усилиями человек добудет философский камень. Поэтому алхимики предпочитают вот в эти расчеты, которыми мы занимаемся, не углубляться, поскольку они считают, что лучше они будут коптеть в лаборатории, чем вот как бы поймут, что ничего у них не получится. Не берем мы вас в алхимики. Гринель легендарная личность, еще более легендарная, чем его отец, потому что отец был слишком мятущимся, слишком эксцентричным, слишком богемным. Ну, отец вот был слишком-слишком-слишком. А сын учел какие-то, так сказать, недостатки отца. И будучи таким же, по сути, но он более правильно ведет свою пиар-компанию. И кому-то Гринель сообщал, что философский камень уже, так сказать, у него, уже на кухне, на полочке. Кому-то сообщал, что философский камень вот-вот, я близок, близок, и вот-вот появится. А у меня есть его натальная карта. Я лично с ним не знаком, но я хорошо знал их общего друга, французского астролога, который с определенной иронией относился ко всем этим алхимическим историям. Но лаборатория реальная, все по-настоящему. Все, как вот было в средние века, все, как у алхимиков, все по-взрослому. Только вопрос, все-таки, финал-то будет или нет? Давайте применим алгоритмы коагуляции к натальной карте Гринеля. Недаром отец его назвал таким необычным именем. Я пытался выяснить, по-моему, Гринель все-таки не является типа редким именем, ну, которое редко, но дают мальчикам. По-моему, Гринель вообще вот, ну, это такой особый случай, что вот таким именем отец назвал сына длинные и трудные переговоры, но тем самым как длинный и трудный путь, иными словами, к осуществлению мечты. Кто знает, может быть, Гринель когда-нибудь и добудет философский камень, но если бы это случилось, я бы ему не позавидовал. Как вы думаете, почему? Ну, это, извините за очень грубое сравнение, это получился бы вариант, про который говорят обезьяна с гранатой. То есть, когда ты в руки, я не то, что хочу его обидеть, ни в коем случае, но когда человек в руки получает какое-то такое реальное вот сильно действующее средство, то за его жизнь возникают очень большие сомнения, поскольку сразу же, сразу же начинается цепочка событий, а они еще с папой большие любители пиара, и банально что может произойти? Ну, если он действительно добудет философский камень, если еще не добыл. Что? Ну, конечно. Кто? Убьет. Молодец этот человек, кому надо. Кому надо, тот и убьет. Хороший ответ. Нет, ну а что? Ну а что, если раскричать на весь Париж, что у тебя такое сокровище появилось, то как бы... Да, и этот вариант возможен. Или Гринеля возьмут в оборот опять-таки тот, кто надо. В общем, в любом случае о таких вещах всегда лучше молчать. Магия любит тишину. Магия не терпит никакой огласки, никаких записок, статей в газетах и прочей рекламы. У Гринеля потрясающая натальная карта. Я ее введу вместе с вами. Итак, его имя Гринель, там 2L пишется. Да вы сами сейчас все увидите. Дата рождения, вы поняли, да, это сын эксцентричного артиста. Когда-то его отец был артист в театре и много чем увлекался, и в том числе алхимией. 4 апреля 1900... Как вам 4 апреля? Да, неплохо. Для начала неплохо. Звучит. 2040, родился он в Версале. Версаль это такой же вы знаете город уже целый недалеко от Парижа. Это спутник Парижа Версаль. А в натальной так, стоп, сейчас что-то... 22. 22.40, да, я вижу, я не точу это время. Да, 22. Вот теперь будет правильно. 22.40, да, теперь... Так, а теперь что? Версаль. Так, теперь все время... Видите, даже не могу нормально ввести... О, ну вот теперь все правильно. Просто я помню, у него асцендент в Скорпионе и над асцендентом, как и положено, висит Плутон и Плутон управитель асцендента, но в натальной карте Гринеля я восхищался не асцендентом всегда, а вот этим фантастическим стеллариумом, это про кого стеллариум? Про папу. Про папу, конечно. Папа там был звездой местного масштаба, металл, громые молнии, доставал кроликов из шляпы и чего только не вытворял. да и сам Гринель хотел пойти по стопам отца, вы бы одобрили артистический талант? Да, но если бы не ретроградность Венеры, а так Венера вовне шикарна, шикарна, и Эрида, Эриду надо стереть, Эрида до беды и доведет, Эрида это когда говорят укоротить надо что? Язык, да, язык укоротить, а то сам себе неприятности накличишь. Впрочем, в прошлый раз, когда мы обсуждали а что? Ну, Эрида уравновешивает с другой стороны то, что он больше интроверт, поэтому оно как-то выравнивается. Когда мы обсуждали, что должно быть у алхимиков в натальной карте, кто нам напомнит? Если, например, мы вот встречаем человека, и он говорит, а я тоже алхимик, и тоже собираюсь получить, добыть философский камень. Что должно быть в натальной карте у алхимика? Не полный двенадцатый дом, не пустой. Да, и все? Ну, двенадцатый дом, чтобы заполненный был. И больше мы ни о чем не говорим? Про Нептун говорили? Говорили. Вот смотрите, у него Нептун не ретроградный, двенадцатый дом не пустой, там Плутон стоит, и он управитель асцендента, и это вполне себе хорошо. Поэтому Гринель по натальной карте подходит под алхимика.